Театры должны не просто существовать, а развиваться. Такова цель концепции о театральном деле, которую обсудили члены правительства Ивановской области. По словам Ольги Хасбулатовой, еще семь лет назад о такой программе приходилось только мечтать. Теперь долгосрочная концепция утверждена на федеральном уровне, и регионам тоже нужно наметить свои планы развития. Планируется увеличить количество гастрольных поездок по сравнению с показателем 2013 года в ближайшее время в два раза. В концепцию включены меры по развитию кадрового потенциала театров области за счет возрождения и развития системы повышения квалификации специалистов театрального дела, целевой подготовки молодых кадров в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Необходимо продолжать укреплять и материально-техническую базу государственных театров через увеличение финансирования. И до принятия концепции производились ремонты в театрах. Полностью отреставрирован Кенишемский драматический театр, приведен в порядок музыкальный. На очереди Ивановский областной театр драмы. Выделено 3 миллиона рублей на ремонт сцены. На очереди театр кукол, где замены требуют звуковое оборудование и кресло в зрительном зале. Но это только малая часть проблем. Есть и общие беды для всех театров. Одной из ключевых проблем я назвал бы кадровую. Особенно это касается формирования и комплектации труппы. В Ивановском драматическом театре ситуация с молодым составом труппы несколько лучше, чем в других театрах. 36,8% составляет актеры до 30 лет. Однако при этом их большая часть имеет только среднее специальное образование Ивановского колледжа культуры. Актуальным для театров является вопрос обеспечения служебным жильем сотрудников, как постоянных, так и приглашенных. Речь идет не только об актерах, режиссерах, но и специалистах узких театральных профессий, без участия которых невозможно делать хорошие спектакли. Частично решая проблему квалифицированных кадров за счет аренды жилья, театры области тратят на наем квартир для артистов и приглашенных на разовые постановки специалистов более 2 миллионов рублей ежегодно. А эти деньги могли бы уйти в совсем другом направлении. Поэтому сегодня, как никогда, необходимо решить проблему предоставления театрам ведомственного жилья и театрального общежития. Репертуар театров в нашей области ежегодно обновляется на 15%. По уровню посещаемости театров наша область занимает 22-ю строчку среди регионов России. Однако мониторинг показывает, что в основном в театр ходят люди среднего и старшего возраста. Задача номер один – сформировать репертуарную политику для детей от 6 до 18 лет. Репертуар крайне ограничен и носит точечный характер. В результате, коллеги, может так получиться, что молодежь вот этого возраста будет формировать свой духовный мир с помощью интернета. И когда наступит средний ее возраст, она в театр не пойдет, потому что она там не была. Это не ее постоянное место духовной подпитки, как говорится. И это очень серьезная проблема. Один из главных вопросов, на который должна дать ответ концепция – как завлечь молодежь в театр. Этой теме будет посвящен отдельный раздел документа.